Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Женя. Вы на моем канале Счастье у нас самих, где вы можете найти ответы на любые вопросы, которые вас интересуют. Вы можете найти инструменты для улучшения жизни в любой сфере, ну а также практики, настрои, ритуалы, медитации для достижения целей и исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Конечно, как всегда помните, я это говорю всегда, чтобы вы это восприняли, чтобы вошло это в ваше подсознание, что ваша жизнь это ваш выбор. К счастью или к сожалению, все, что с вами происходит сегодня, выбрали вы своими мыслями, своими эмоциями, ну и как причина следствия, своими действиями. Если вам не нравится то, что происходит в вашей жизни, соответственно, меняйте свои мысли, меняйте свои эмоции и, конечно же, что вы излучаете, то вы и получаете. Сегодня, как и каждую неделю прогноз на неделю, это даже не прогноз, это основное, на что надо обратить внимание в ближайшую неделю прогноз. Сейчас я же каждый день выпускаю карту дня, где вы можете получить еще советы, ну а также выходят видео на разные темы, что вы можете найти именно ответ на то, что вас интересует, на то, что вас волнует. Кстати, пишите в комментариях, какие вопросы у вас есть и я сниму на ответ на эти вопросы видео или приглашаю на личную консультацию. Мои контакты выйдут сбоку, выходят во время видео и есть под каждым видео, пожалуйста, смс на вайбер, ватсап и я с удовольствием вам помогу. Ну и помните про акцендент, акцендент, восходящий знак, который был у вас при рождении, он влияет на ваше состояние. Поэтому, знаете, потому что есть акценденты, есть еще другие дома, если мы говорим уже о натальной карте, то они очень влияют на нас, они влияют на наше состояние, они влияют на то, на наши мысли, можно сказать, так как наше состояние вызывает определенные мысли и, соответственно, они влияют и на события, которые с нами происходят. Поэтому всегда советую смотреть свой знак зодиака и знак зодиака своего акцендента. Кстати, зная свой зодиака и акцендент, можно очень часто понять, почему так вот вы реагируете не всегда так, как реагирует ваш знак на что-то, ну и почему те или иные события происходят. Соответственно, это все вы можете узнать, ну и посмотрев мои расклады, можете тоже найти ответы на ваши вопросы. В конце видео, как всегда, три карты на исполнение желаний. Помните, как правильно формулировать желания и, соответственно, от формулировки тоже зависит исполнение ваших желаний. Ну а сейчас, как всегда, мои дорогие, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Вы уже знаете, я это говорю каждый раз, улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вы будете получать. Надеюсь, вы улыбнулись. Ну, поехали. Тельцы, на что обратить внимание в ближайшую неделю? В ближайшую неделю обратите внимание на то, что вы будете радоваться. Ближайшая неделя принесет какие-то прекрасные события. Больше всего я вижу, что это связано с межличностными отношениями. Не обязательно это отношения в паре, это могут быть родные, близкие, друзья, знакомые. Будут происходить события, в которых вы почувствуете себя счастливыми. Будете более эмоционально, чем обычно, но это будут прекрасные, хорошие эмоции. И улучшение отношений в паре. Неважно, или это пара, это вы женаты, или замужем, или это просто мужчина или женщина, с которыми вы встречаетесь. Тут единственное, что для тех, у кого роман на расстоянии, могу сказать, будете решать вопрос для встречи. Идет какой-то переход на новый уровень отношений, и уже будете решать, как вам встретиться. Поэтому принимайте хорошая, интересная и счастливая неделя у тельцов. Кстати, кого интересует здоровье, ваше внутреннее состояние тоже поможет вам полностью выздороветь. Девы, что же основное у дев? Воевать будете, мои дорогие девы, борьба. Бороться будете и сами с собой, и с ситуациями, которые будут происходить вокруг вас, и даже с людьми, которые будут вокруг вас в ближайшую неделю. Смотрите, некоторые из вас сейчас, может быть, даже обидятся на меня, но я могу сказать, что это все будет происходить из-за того, что вы захотите войти в позицию жертвы. Вы будете искать виноватых в неудачах, может быть, прошлых неудачах, может быть, текущих неудачах. Вы вспомните все и вся. И, конечно же, будете раздражаться, обижаться и выходить из себя именно на тех, кого вы выберете виновными. Но я, знаете, как я к этому подхожу? Все-таки для того, чтобы изменить мир, надо изменить свое отношение к миру. Поэтому ваши претензии, то, что вы попытаетесь скинуть вину на всех и вся, к сожалению, это вам не поможет. Только взяв полностью ответственность за свою жизнь на себя, полюбив себя, уважая себя, доверяя себе, вы и получите то же самое от мира, от Вселенной, от мира, от высших сил. Поэтому выбор, конечно, ваш. Хотите воевать, воюйте. Никто не может вам этого запретить. Но это тоже ваш выбор. И, соответственно, вы притягиваете то, что вы выбираете, вот то вы и притягиваете. Даже если вы этого не хотите, но вы на этом концентрируетесь. Подумайте, ведь этого всего можно избежать. Ну и, козероги, на что обратить внимание в ближайшую неделю? У вас идут трансформации в ближайшую неделю, идут перемены, идет очищение, идет своего рода перерождение. Что значит перерождение? Это значит, что у вас очень быстро будет меняться отношение к кому-то или к чему-то. И из того, что я вижу по этой карте, это может быть нелегко, из-за того, что будет очень быстро оно все меняться. А вы вообще привыкли. Это же Земля, это же Пентакли. Вы любите, чтобы все было медленно и верно. Тут немножко будет по-другому. Будут какие-то инсайты, которые будут менять ваше даже мировоззрение. Вот то, о чем я говорила для дев, что надо изменить свое отношение к себе и к другим людям, и тогда все будет меняться. У вас уже это произошло, и у вас начнет все меняться. Если что-то будет уходить из вашей жизни, это значит, оно перестало на вас работать. И при всем при том, что я знаю, что для некоторых из вас будет тяжело это осознать, знаете, как говорят, все, что не происходит, происходит к лучшему. Если действительно к этому так относиться, то вот этот переход, вот эти перемены все, которые будут идти в вашу жизнь, они действительно принесут вам очищение, увеличение вашего энергетического потенциала, а соответственно улучшение вашего состояния и помощь в продвижении чего-то к высотам, которых вы бы хотели достигнуть. Подумайте об этом. Ну и, конечно, когда это все будет меняться, не бойтесь. Наоборот, принимайте все эти перемены с открытой душой. Это улучшение для вас прежде всего. А вот когда вам будет хорошо, значит и будет хорошо всем, кто вокруг вас, и притягивать вы будете хорошее. Подумайте об этом на досуге. Ну а вообще выбор, как всегда, ваш. Это ваша жизнь. И общий совет для стихии Земля. Будьте уверены в себе, будьте уверены в своей правоте, и старайтесь ко всему подходить философски. Вот вижу я это и все. Будут люди вокруг вас, особенно для тех, вот я сказала, для дев и для козерогов, будут люди вокруг вас, которые смогут вам помочь. Главное уметь попросить о помощи и правильно принять эту помощь. А в целом будьте готовы к переменам в лучшую сторону и к увеличению и материального благосостояния тоже. Так что, то, что идет к вам, неважно, вот для некоторых из вас, вот, где вы, через, может быть, какую-то борьбу, для вас через трансформации и, может, отпускание чего-то, что вам кажется, что вам еще нужно, а оно уже действительно не нужно, оно уйдет и освободит энергию для благосостояния. Вот такая интересная неделя идет у стихии Земля. Ну, а сейчас загадывайте ваши желания и формулируйте их правильно. Ну, и Оракул скажет, что же произойдет с вашим желанием. Начинаем с Тельцов. Новые направления. Вас ждут новые направления. Вы знаете, из того, что вышла эта карта, она говорит о том, что то, что вы загадали сейчас, оно в самое ближайшее время потеряет для вас ценность. Подумайте об этом. Опять же, выбор ваш, и придут какие-то новые направления, в которых вы поймете, может быть, что желание, которое вы загадали сейчас, не ваше, а может быть, вы неправильно будете подходить к исполнению вашего желания, и, соответственно, ваше желание исполнения его немножечко с другой стороны. Подумайте об этом. Девы, вас ждет процветание. Перестаньте бороться, плывите по течению, излучайте добро, любовь и радость, и оно к вам придет. Ваше желание исполняется, и вас ждет процветание. Только не боритесь. Ну и козероги. Козероги, не волнуйтесь. Вот тут действительно не волнуйтесь. Все, что будет происходить, это на благо вам. И, соответственно, если не будете волноваться, а будете просто предвкушать, ваше желание исполнится очень-очень скоро. На сегодня все. А я вам в свою очередь желаю счастья по умолчанию. И помните, счастье – это состояние души, которое не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Научите себя ощущать счастье, и тогда в вашей жизни будет всегда белая полоса. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео, которые выходят каждый день, и в каждом из них ответы на ваши вопросы. Ставьте палец вверх. Это ваша благодарность за мою работу, и это помогает продвигать мои видео. Делитесь моими видео с родными, близкими, друзьями и знакомыми. Это тоже помогает продвигать мои видео. Пишите комментарии, пишите ваши вопросы, и я сниму видео, ответы на ваши вопросы. Благодарю за донаты. Простите. Они помогают в развитии канала. Ну а с вами была Женя. Увидимся завтра. Люблю вас, мои дорогие. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok